Но других посмотреть и себя показать. В АЛЛАТРе в эти выходные открылся университет под открытым небом. Второй год подряд талантливая молодежь города съезжается на образовательный форум «Твоя перспектива». Багаж знаний им помогают пополнять известные политики, профессиональные танцоры, ведущие и даже операторы телеканалов. Эксперты вместе с участниками слета разрабатывают собственные проекты, которые скоро оценят все жители АЛЛАТРа. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Открытый университет для молодых и инициативных расположился прямо в лесу, на территории загородного лагеря. Но те, кто приехал сюда, об отдыхе даже не думал. На лекциях и мастер-классах с ручкой и блокнотом. Советы тех, кто проводит тренинги, могут пригодиться. На одной из площадок разговоры о политике и работе депутатов. В беседке напротив на протяжении полутора часов не утихал смех. Балом здесь правили популярные КВНчики. КВН вообще он такая вот, скажем так, бесформенная штука, которая действительно очень сильно объединяет людей. Она очень сильно развивает там в каких-то вообще... Я вот никогда в жизни не думал, что буду работать ведущим каких-то мероприятий. Игроков известной на всю республику команды на форум пригласили не случайно. Организаторы образовательного слета отмечают, что когда-то и в их городе КВН процветал. Но уже на протяжении трех лет в него никто не играет. Желающих взять инициативу в свои руки достаточно. Дельные советы от тех, кто в клубе состоит уже давно, молодые люди получили. Возможно, что в «АллатРа» вновь появится своя веселая команда. Прошлогодний форум городу тоже принес пользу. У нас, например, молодежность совета уже стала гораздо шире. Больше идей появляется. Появились какие-то свои движения в городе. Там зачистый город, спортивные какие-то мероприятия регулярно проводятся. Форум «Твоя перспектива» – своеобразный ответ Чебоксарскому, мол, городу. На образовательный лагерь в Заволжье многие «АллатРа» попасть не смогли. Год назад местные активисты решили, что им под силу пригласить известных экспертов в свой город. Желающих принять участие в слете оказалось много. Проекту дали зеленый свет. Мастер-классов в этом году стало больше. Вообще просто было интересно, какие тренинги будут, какие мастер-классы будут показывать, на какие темы. То есть, например, нам еще рассказали про татуировки, также про журналистику, про предпринимательство. На одной из площадок расположилась виртуальная студия национального телевидения. В качестве корреспондента – доброволец. Ведущая Галина Титарчук обучала его азам-интервью. Правда, собеседник молодому человеку попался непростой. В роли маленькой девочки тоже журналист. Есть в школе друзья у тебя? Да. Ну, окей. Давай. Из непростой ситуации добровольцу выкрутиться удалось. В школе журналиста Анатолий побывал впервые. Признается, что работа непростая. Тяжело и сразу немножечко теряешься. А что же сделать? И пред какой-то приходит. Кто-то на форуме присматривался к будущей профессии, кто-то к интересным идеям. Но абсолютно все уехали из загородного лагеря с полным багажом знаний и исписанными блокнотами. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.